всем привет с вами александр и сегодня мы поиграем мстителей игра прошлого года но теперь уже прошел целый год патчей посмотрим что здесь изменилось кроме того они добавили несколько сюжетных миссий вроде как моих тоже пройдем попозже но сначала мне надо вспомнить как тут вообще играть поэтому сначала поиграем мультиплеере вспомним на какие кнопки давить хочу играть за халка я помню было не особенно сложно кулаками то махать так место для общения геликаря регион задание отдаленная территория чтобы мне выбрать восточное побережье кстати говоря раньше мне кажется побережья не было или это нововведение какое-то глобальное поручение звучит круто а блин дейлики короче ежедневных заданий которые у тебя появляются каждый день да да халк ломать да там просто им кулаками можно махать до себя война за ваканду уже доступна да это мы вот как раз и хотим поиграть собственно говоря говоря кстати не такое что плохое любую брать ну блин хочется чего-нибудь крутое что-то здесь одни пустыни блин ну вот вроде какой-то лес давайте лес возьмем ладно чтобы я по уровню подходил что у меня уровень то не очень большой так уровень мощи задания 23 плюс 1 плюс 1 плюс 88 вот уровень мощи заданий до 23 сейчас 23 наверно мне где-то 23 уровень плюс-минус давайте вот это возьмем задание фракции щит из теней я сможет кто найдется да командир чем мы можем помочь кстати об этом благодаря найденным протоколом я разыскала конфискованные снаряжение щита и его хранят на секретной базе а им на севере оружие грузовики танки все фьюри умудрился отследить все добро щита и мы должны помочь вам угнать пару машин тут я вам помочь не смогу но знаю кто сможет спасибо стойте вы говорите а а халки прости ну ладно давай давай за дело халк будешь а ломать посмотрим что за миссия может даже что найдется хотя у нее такой маленький онлайн что сомневаюсь что все хоть кто-то найдется так я играю за черную вдову как ее поменять то блин выбрать героя спутника но присоединиться кому-нибудь просто так окей готово я даже какой скин могу поменять у меня же было чё-то так приготовиться у у игры онлайн типа супер маленький поэтому она считается провальной потому что она вроде продалась то неплохо но у нее так никто играть не стал а сквейнx хотели чтобы она стала игры сервисом это собственно говоря игру то испортила они сначала сделали лут боксы а потом пытались к нему игру прикрутить они наоборот а у меня все 9 уровень блин я пошел на двадцатую мощь а мощь у меня 20 это видимо уровень снаряжения доспехов судя по всему их походу игроков здесь нету а в одиночке эти миссии хрен пройдешь на самом деле не удивительно блин я тоже три месяца и прошел и играть стало скучно и перестал а давайте посмотрим в одиночку фарева элон все такое с вашей помощью мы сможем со мной эти блок компьютерной болванчики я вчера кстати хотел у call of duty купить последняя часть я посмотрю какой у меня нет а у меня нету последний call of duty но спутник это компьютерный бот на не тупые блин как эти пробки были по крайней мере халк машина халк убивать хочет какать так какая кнопка бить то хоть так прыжок сильный удар типа вернуться наверно в принципе если бы они сделали чисто синглоплеерную кампанию игра бы крутая была ты бы она не такая же плохая была как бы не супер и было сюжетка но вполне себе норм есть следующий раз они учтут свои ошибки но японцы одним блин так долго соображает в этом плане ой блин на самом деле зря я выбрал халка он ведь летать то не умеет как не этих убивать да нет она все 900 рублей стоило не в этом дело я подумал я пока да не доберусь она еще дешевле будет или в каком-нибудь ps плюс раздадут типа у меня предыдущая колда в ps плюсе было получено которая это волт от вор или как она а рим ремастер вон модер варфейр я могу взять местах не столь отдаленных раз она свои на дисках не продавали но я просто прикинул что ой а чё это быстро умер не блин на самом деле надо было железного человека брать да я тоже так думаю хотя бы стрелять издалека мог я просто подумал халка жизни много ладно разберемся новая колда получается стоит 6000 на диске я имею ввиду если даже я и пойду в обменники поменяем не все равно придется 1200 доплачивать я имею ввиду который вот выйдет в этом году мне не проще ли тогда просто в на компе купить за 2000 как бы все равно те же самые 2000 придется платить и в общем то но по крайней мере игра у меня останется и мне не придется никакую свою игру и отдавать чем на пятерки брать простая математика поищите рядом ящик с особыми материалами особенно здесь все такие мультиплеерной миссии были ходишь там типа найди ящик убить 25 роботов это как бы в сюжетной компании не так надоедает потому что там как-то все перемежается хотя бы этими самыми сюжетами вставками а когда типа вот это без конца дольки быстро желание убивает играть в красной комнате такие как и дня не выдерживает так окей на самом деле я помню мне за черную вдову нравилось играть не помню правда уже почему но она видимо была крутая можно просто все ваканду играет я не знаю ну как бы все равно пару тысяч человек мультиплеер этого игры должно быть я блин не пойму кого вообще бить вообще по идее тут роботы главные злодеи поэтому по идее надо убивать роботов вот эти так вообще на складки материалов там найти ли что-то там вроде вообще обычно цели указаны ему надо всех перебить просто да и все ну да побери все цели вон же цель написано кстати это нестандартные перчатки у халка и видимо где-то взял это в ловушку что ли попал они мне ну ладно вчера ходили общаться mortal kombat не давал сегодня такая игра что чем больше не выключать это фиг знает что-то ваканде но я сомневаюсь что они прямо для dlc сделали целую кучу катсцена или типа в этом роде хотя это была их не попытка реанимировать игру они все-таки есть опыт 14 финал фэнтези был аж полным провалом когда вышла потом они кардинально переделали и типа стала норм сейчас рекорды бьет и сегодня кстати ну не сегодня на этой неделе слушал подкаст трэш-тест ну короче смысл в том что они там обсуждали геймеров и такие скорее всего скоро они вызовут недавно сказали что warcraft поставил новый рекорд по количеству онлайн на твиче ну смысле сколько человек одновременно его смотрели во время там какого-то запуска обновления или дополнения большого и такие а вы знаете что типа там со всего твича было типа угол миллиона человек одновременно она какое-то странное обновление на геншин импакт типа какое-то мелкое на одном стриме было 400 тысяч человек типа вот вам перспектива почему все издатели рвутся в этот несчастный фритуплей но там скорее всего половина было китайцев но как бы ну не суть они же они же тоже люди на самом деле вот такие крутые игры играет то в общем то не так много народу по большей части несколько бойцов а им охраняют территорию идет доставка топлива этот самый блин шон лейден по-моему говорилось что всего в мире харкорных но таких харкорных игроков имеется ввиду не те кто типа задротит или там играет на сложности яме имеется ввиду те игры которые играть те игроки которые играют вот в триплее так или иначе суда не знаю относятся те кто фифу играет или нет в общем нас всего типа 100 миллионов плюс минус ну привет наруто как там саски поживает вернулся в деревне и в общем то этот рынок весьма ограниченной хотя мне казалось что он растет но походу нет одни игроки просто заменяется другими или типа того или там мультиплеер какой-нибудь ходит хотя я думаю сейчас все равно больше стало может у нее данный были не особенно свежие или типа того просто вот эта ситуация с тем что на какой-то ну грубо говоря никакое обновление геншин пакта смотрел больше чем большой запуск нового аддона для вова это обычно как-то не думаешь кажется что все для нас не знаю не то хочет саски вернуть а как и подождет кто меня жарит тут а да где цель указатель такой чайного ты кида так наша цель уничтожить цистерна с топливом а им не там вообще когда было мелкое обновление которое даже вообще ни о чем было то как раз был смысл в том что там их типа и смотреть-то было особо нечего было народу столько что никакому вову не снилось но не только вову вообще в любой игре как бы мораль сказать таки не не в этом совсем ну топ 10 это не настолько много на самом деле во вторых стима он далеко не такую большую кассу делаю как многие думают в общем-то кроме того многие секиры купили потому что попробовать типа разве вот блатборн гипох типа считается ну как не благо но эти игры soul серии считается охрененно популярна у них продажи там два-три миллиона ск ну блин и я врать не буду честно ведь не знаю сколько у них но по-моему что-то в районе двух-трех там но максимум пяти миллионов а чё много что ли странно call of duty продается 30 миллионов gta 5 продалась 100 миллионов у меня есть блатборд хотя в него ни разу его даже не запускал и чё если кто-то про купил игру один что в нее играет или она ему нравится у меня кстати много игр которые мне особенно нравится да гим приодеться надо пойду-ка и убью эту машину надоело прямо это защищает аж не могу но почему все равно что он известно ты же говоришь они в топ попали значит ну типа популярны в какой-то степени просто 1 далеко не все пользуются стимом типа зачем человек который играет только фифу пользоваться стимом не зачем особо там фифы нет пантера пантера будет после того как мы эту миссию пройдем я пытаюсь вспомнить как в это вообще играть что типа прошел уже год я забыл что тут нажимать то вообще вот решил одну миссию мультиплеере пройти но так как мультиплеер здесь мертв а как их использовать а все вещь вот увидеть полезно так это такая способность саде какая-то способность в регенерация была что она есть почему блин как только к цистерне подхожу набегает 2 миллиона солдат по-моему вот это зеленая это регенерация это можно цистерну увалить и но я думаю вы понимаете почему мультиплеер здесь довольно-таки быстро умер здесь все миссии такие вот то есть он как бы выглядит красиво и вроде прикольно но ты типа давишь на одну кнопку и все все время поэтому мультиплеер довольно-таки быстро сдох видимо и даже после того как обновление вышло не сильно то вырос видимо черная пантера не привлекла людей все думали что это будет величайший гипп на свете потому что marvel нельзя остановить ну блин но это все-таки не играет студии индии на 3 копейки все уже ладно все я вспомню как играть можно идти смотреть на пантерах а были бы настоящие товарищи они меня подняли с баночками строго на плане играть они тебя понять не могут так выйти все пантера я иду игра онлайн настройки все чкала так одиночная игра операции нововеки нововеки нововеки